всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду захотелось мне тут приготовить один фантазийный паштет на самом деле началось с того что я листал один испанский кулинарный журнал и мне это попался паштет из куропатки нет куропатку то он использовал конечно одну но к ней еще был там килограмм мяса чуть ли не полкило овощей и прочего и вот я подумал что есть и испанский шеф-повар не гнушается то и мне чего стесняться поэтому я назову сегодняшний паштет скажем паштет из кураги и белых грибов тем более что белые грибы в составе все-таки будут вот такие сухие белые а это они же я вчера замочил холодной воде всю ночь они в ней провели кроме того понадобится полкило свиного курака полкило свиной грудинки без шкурки лук-порей морковь яйцо курага портвейн еще добавлю перец душистый перец черный мускатный орех масло сливочное ну там и соль нитритная а начну я сварки грибов на слабом огне а курагу залью портвейном и прогрею секунд 30 микроволновки можно было бы в принципе и вчера портвейном ее залить тогда бы греть не пришлось но мне было лень теперь разберусь с морковью и фаре им их надо обжарить на сливочном масле даже не столько обжарить сколько потомить на масле чтобы овощи корнеплоды стали мягкими и пока процесс идет подготовлю мясо для мясорубки важный момент начиная с этого этапа тщательно следите за температурой при необходимости после каждого этапа отправляйте в холодильник на остывание температура ни в коем случае не должна подниматься выше 12 градусов выпускать мясо через мясорубку надо дважды еще раз напоминаю если в процессе первого измельчения температура приблизилась критической до сказал опасной отметки лучше сделать перерыв и охладите еще раз все в морозилке остужать можно до минус двух минус трех градусов это важно чтобы фарш не потерял влагоудерживающую способность соль нитритную и поваренную сразу сюда и перемешать как следует и вымешанный фарш выбираю пока в холодильник что-то с морковью и луком да с ними все отлично может снимать с огня вот всю эту красоту старательно измельчу и также надо будет остудить до 0 градусов грибы тоже сварились их нарежу кусочками особенно мельчить не надо ну и кругу также порежу так фарш у меня сейчас мерзнет лук морковь через мясорубку и вот эту смесь тоже надо остудить ну это уж говорил короче все нужно охлаждать и вот эту вот луково-морковную смесь и фарш и грибы грибной бульон сами нарезанные грибы курагу все охлаждаем до ноля до минус двух перерыв ну отлично можно соединять все в кучу добавить черного перца добавить мускатного ореха добавить портвейна давай душистого перца грибного бульона яйцо сюда же и я все же подстрахуюсь мясо я брал не у своего обычного мясника на рынке а в супермаркете и она возможно было перемороженное поэтому добавлю пищевых фосфатов из расчета 2 грамма на 1 килограмм и тщательно перемешать отлично предвосхищая вопросы вот этот пакетик тоже из магазина ем колбаски это пищевые фосфаты они в теле в мышцах живого существа теплокровного есть и в крови и в мышцах и они есть еще по крайней мере в четырех часов после забоя животного но затем с ростом молочной кислоты в этих самых мышцах их содержание падает то есть разрушаются фосфаты и мясо теряет благодерживающую способность так что добавляя их я просто довожу фарш до уровня парного мяса а если вы используете уже парной то естественно смысла добавлять их нет ну и хватит пожару можно собирать все в кучу я собираюсь это сделать в коллагеновой пленке мне так удобнее вообще сегодня весь ролик получается сплошная реклама магазин ем колбаски пенка то я тоже павла получил ваш спасибо все теперь варка при температуре 80 градусов до достижения в центре рулета 70 градусов плюс минус 1 можно это сделать в духовке обязательно увлажняйте пар мобильно можно этого в кастрюле варить и скакать с градусниками вокруг есть вас мультиварка есть воспользуйтесь мультиваркой у меня к сожалению нет зато есть сувид стик он нагревает воду до установленной температурой и поддерживает эту температуру что немаловажно и циркуляцию обеспечивает а чтобы нагревать элементы этого стика не загаживались запечатаю рулеты в вакуум пакет исходя из моего опыта обращения с этим агрегатом и и многочисленных таблиц в интернете и толщины но в данном случае диаметра этих рулетов мне понадобится до достижения заданной температуры примерно 22 с половиной часа может быть 3 я термометром воспользуюсь в конце проткну конечно вакуум пакет ну это не страшно если даже немного воды туда попадет но рулет будет готов не после достижения 70 градусов а после того как по достижении 70 градусов я его быстро быстро в ледяной воде охлажду охладю короче понежу температуру до плюс пяти хотя бы а потом оставлю на сутки и вот только через сутки его можно будет есть вот такая вкусняшка вот этот вот кусочек я сейчас отрежу шматочек так вот удивительно печенки то в составе нет паштета а пахнет именно паштетом очень классный очень вкусный аромат прям очень классный он плотный не такой вот как мажущийся паштет который вы видели на канале он плотный со сладко кисленькими нотками такими очень очень классный очень сочный прям прям супер вот такой паштет он конечно идеален на завтрак что-то говорить такой паштет теоретически должен храниться в холодильнике пять суток ну не прохранится у нас пять суток вы съедите его за один день готовьте сразу его больше и большую часть замораживайте потому что размораживать долго поэтому быстро все не съедите это очень хороший способ да и сознаюсь я вчера говорил что я при 80 буду готовить сколько-то времени на самом деле подумал времени следить у меня особенно не было поэтому я убавил температуру своего сувид стика до 73 градусов и продержал в этой воде те же самые три часа его за три часа температура в центре достигла 69 градусов понятно что это гораздо быстрее получилось бы если просто варить при 80 ну вот так это он для ориентировки на этом позвольте закончить мне не терпится еще съесть этого самого паштета потому что я только проснулся это у меня завтрак очень вкусный вам спасибо за компанию смотрим вам спасибо что смотрите напоминаю промокод фреска и вот такие у самура альфа с очень хорошей скидкой у вас кармане спасибо за компанию всем пока